А вы замечали, что как только вы приходите в себя после расставания с мерзким козлом, чтобы он горел в аду своим любимым бывшим, только-только приходите в себя, начинаете снова любить этот мир, распакуясь душой и чистым сердцем, готовы врываться в этот прекрасный мир других мужчин, как раздается звонок. Алло, привет. Алло, Кать, ты слышала, что, короче, твой бывший прямо сейчас женится на твоей бывшей лучшей подруге? Пиздец, наоби! А? Душ свободен. Клево, я сейчас пойду тоже. Слушай, а ты каким шампунем голову мыл? Да я не знаю, у тебя вон стоит какой-то. Это который в синей баночке? Да. Это который стоит пять косарей? Упс. А я им уже месяц голову мою. Месяц? Ну все, гнида, текай с городу, то бить места. Мужики, вы можете не приносить зарплату домой, вы можете гулять с друзьями, бухать всю ночь, вы можете вообще не работать. Но самое главное, никогда, слышите, никогда не пользуйтесь ее шампунем. Не повторяйте мне их ошибок. Стой! Привет, мои хорошие, сегодня хочу поговорить с вами о маленьких песенах. Ну а если быть совсем точными, как выявить обладателя маленького песенчика? Если с женскими прелестями тут как бы в принципе все понятно, товар лицом, то с мужским достоинством непоняточки, потому что это всегда кот в мешке, а точнее в штанишках. И тут, крошка, у меня для тебя есть небольшой лайфхак. Просто посмотри, как твой мужчина ведет себя в социальных сетях. Если он любит по самому утверждаться за чужой счет, оскорбляет женщин, называет их шлендрами, да и в принципе ведет себя в комментариях как последний мудасон, то скорее всего там у него большие проблемы. Ведь так ведут себя только закомплексованные мудаки с маленькими членчиками. Ну а если вашему мужчине все это неинтересно, а в идеале его в принципе нет в социальных сетях, то поздравляю тебя, дорогая моя. Носи его на руках, хули-ли-ли до конца его дней, ибо наконец-то тебе попался нормальный мужик. И скорее всего с этим делом у него там все в порядке. Неблагодарю. Оу, какие у тебя тисечки, даже у моей жены таких нет. Как мне нравится. О, привет, дорогая, я задержался на работе, у нас было такое долгое собрание. О, добро, дорогая. Шевгирь, я же забыла вас познакомить, это моя подруга Алена. Очень приятно. Я не люблю, подруга, я люблю только тебя. На, сука, на, сука. Навела меня, на, сука, на, на, на. Многие как только регистрируются в инстаграм, резко из обычных пользователей переходят в статус критика. Слышь, деревенщина, ложку-то из чашки вынь, колохоз. Господи, силиконовые чудовища, губище накачало, видосики он снимает. А чё с ушами-то, поезд что ли с разных сторон переехал, чё они такие разные? Ммм, чё по бровям-то? Господи, как с такими вообще можно жить? Бровями. Господи, ну рожа, она либо обколотая вся целиком, либо бухает постоянно. Фу, страшно. Фу, не сиски, а уж из панели какие-то. Чё они так висят? Тридцать лет? Фу, старуха, тебе на пенсию пора уже, а ты видосики свои тупые снимаешь. Очнись, ты никому не нужна. И как, тут не впасть в депрессию, спросите вы? Ну всё очень просто, есть у меня один годный лайфхак. Знаете, что может быть хуже парня-дебила? Хуже парня-дебила может быть только бывший парень-дебил. Вы знаете, это тот редкий сорт мудака, который не может с должным мужским достоинством принять факт вашего расставания. Этот придурок сделает всё, чтобы отомстить вам за его задетие маленькое-маленькое такое мужское самолюбие. Самолюбие, конечно, может быть и маленькое, но проблем этот долбоёб может принести немало. И даже если в отношениях он был просто конченным мудаком, который портил вам жизнь, собственно, по этой причине вы и расстались, этот гнидосник будет продолжать вам покрастить дальше. Ну просто потому, что это приносит ему удовольствие. Просто потому, что вы маленькие звенящие бубенчики, ни на что больше в этой жизни не способны. Поэтому, девочки, если вы выяснили, что встречаетесь с дебилом и хотите разорвать отношения, не надо этого делать. Лучше сразу убейте. Тем самым вы спасёте и себя, и мир от его дальнейшего долбоебизма. И мир вам скажет за это большое человеческое. Если вы страдаете от лишнего веса и до сих пор думаете о том, как же наконец перестать жрать, то ловите просто наигоднейший лайфхак. Поставьте брекеты. Мало того, что каждый приём пищи заканчивается просто бесконечным доставанием всего того, что застряло в этом железе, а зубочистки и ёршики это ваши ближайшие кореша на весь период ношения брекетов. Так ортодонт каждый приём придумывает какие-то новые приколы. Например, сегодня. Не было печали. Поставили резиночки. Ядряная кочерыжка. Главный прикол этих резинок в том, что перед каждым приёмом пищи и чисткой зубов их нужно снимать. А перед этим нужно сфотографировать, как они сидят на зубах, чтобы потом поставить их на место. И вот теперь, перед каждым приёмом пищи, я задумываюсь, что важнее, лишний раз поесть или возня с этой фигнёй во рту. И как вы думаете, что я выберу? Еду? Конечно же, нет. Так что, спасибо моему ортодонту за ровные зубы и стройную талию. Божечки, когда же это кончится? А тем временем в России депутат застрял в танке. В Нижнем Тагиле на выставке военной техники депутат Госдумы Игорь Зотов решил осмотреть один танк изнутри и залез в кабину. Вылезти обратно политик не смог. В связи с этой тяжелой ситуацией мы пригласили в студию известного диетолога и министра в прошлом Наталью Соколову. Наталья. Да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мне здесь как профессионалу, в принципе, всё понятно. Чиновника срочно, срочно нужно садить на прожиточный минимум. Я ему, так сказать, подберу диетическое, но сбалансированное меню и могу вам гарантировать 3-4 денька и птенчик вылетит из клетки. Замечательно, поразительно, гениально. Друзья, всем привет. Вот вы меня спрашиваете обычно, Кать, как ты одеваешься, что ты носишь? Да всё очень просто. На мне обычная шапка, на мне обычная толстовка от H&M. Ой, да, я не ношу все эти дизайнерские вещи, вот этого дорого-богато, по одной простой причине. У меня их тупо нет. Я здесь посчитал, ну не получается тебе купить шубу, понимаешь, не получается. Надо резину поменять, блин, в самом деле уже. Поэтому походишь эту зиму в пуховике. О, опять, опять ты меня раскусила. Ну, никак, никак тебя не обыграть. Шутка это была, вот, шутка, да, и я вот взял карту, уже пошел покупать. К шубу покупать пошел. Ну, вот так точно Violet. Катеньке нужно купить новый телефон. Катеньке нужно купить новый телефон. Катеньке нужно купить новый телефон. Антон, ты когда собираешься мне новый телефон покупать? В следующем году. Ага, в следующем году. А что ты пишешь? Ничего, собираю, дату твоего следующего секса. Алло, здравствуйте, потомственный Мак вас слушает Скажите, пожалуйста, Мак, а вы делаете заговоры на новые телефоны? Конечно, делаю, 50 тысяч рублей 50 тысяч, серьезно? Да если бы они у меня были, я бы ее сама купила Антон, представляешь, ты узнала, короче, в салонах МТС можешь завершить любую покупку от 10 тысяч рублей, например, мне новенький телефон и выиграть квартиру в Москве Серьезно? Да Побежали! Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Что? Это мне А тебе через год Максюш, Максюш, вставай, в универ опаздываешься Мам, я еще никуда не пойду Так в смысле ты никуда не пойдешь? Я в конце концов за что плачу деньги? Ну, Макс, ты же платишь, 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 что-то здоровье, мне еще кофе Ставим Сука, все равно разблочил Бро, ну все, я на месте О! Здорово, братишка Ну что, есть что-нибудь с собой? Обижаешь, смотри А, хорош, ну что, пойдем Эй, что вы там делаете? Эй! О, особых рук К вечеру полтинник не днешь, забудь К вечеру полтинник не днешь, забудь В любой момент ты можешь потерять всю Друзей, девушку, деньги Но ни в какой ситуации от тебя не отвернется один единственный человек И это твоя мама Скажи, что любишь ее прямо сейчас И повторяй это как можно чаще Поставь лайк и подпишись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok